Своё отношение к дубляжу в различных фильмах высказал переводчик Андрей Гаврилов на конференции МГУ, которая прошла в 2021 или 2020, точно не помню, но я вас на неё приглашал. Я считаю, дубляж исчадь дем ада. Я считаю, что дубляж придумали враги кинематографа. Я считаю, что дубляж придумали люди, которые теоретически не могут оценить прелесть кинопродукции. В дубляже мультика Шрек его переводили не как Огор, а как Великан. Великаны, куда страшнее? Я великан! К твоему сведению, великаны не так просты, как кажется. Так как поначалу решили, видимо, откуда нашим людям знать, что такое Огор, ведь наши люди в булочную на такси не ездят, но во второй части его называли ещё не только как великан, но и тролль. Так ты? Ты тролль? Появятся не внуки, а тролли. Да. Давай. Словно злой великан. Но я действительно злой великан. А мой муж великан. Однако со временем наши люди стали ездить на такси за плюшками, и уже к третьей части Шрека его стали переводить и называть в дубляже Огор. Я простой Огор. Огор на троне. А по-украински он Людожер. Я Людожер. Кстати, в третьей части в дубляже украсили оригинал, и в оригинале принц сказал рок-н-ролл, а у нас в дубляже сказали асталависта, детка. Счастливо оставаться! Асталависта, детка! Всё, переиграл. Отстрою город золотой. Рок-н-ролл, пипл. Всё, я построю мой собственный город. Город рок-н-ролла. Переборщил. В мультике «Приключения Флика» 98-го года почему-то в дубляже вместо «Кузнечик» переводят «Чебурашка». Нет, плохой Чебурашка, плохой Чебурашка, уходи домой! Нельзя! Плохой Чебурашка, плохой! Иди домой! На сленге ещё с 90-х у нас Чебурашкой называли пиз... Что? Капу-капу. Ням-ням. В супер-офигенной комедии Астерикса и Абеликс «Миссия Клеопатра» 2002 года, который является лучшей из всей серии фильмов про Астерикса и Абеликса, был также, возможно, и лучший дубляж. Но это не точно, так как я не знаю французский язык, на котором в оригинале говорили персонажи. Так вот, в дубляже в одной сцене ничего не сказали про то, что рабочих набирают из числа мазохистов, и что им нравится, когда их бьют плетью. Плетье у вас для красоты? Нет. То есть да. Не знаю, пока никто не жаловался. Да нет, это не рабы. Это квалифицированные грузчики-тяжеловесы. Для поддержания исторических традиций мы набираем их с числа мазохистов, которым нравится, когда их бьют кнутами. В фильме «Халк» 2003 года крики, которые наши дубляжисты делают, неубедительные. Может им режиссер дубляжа говорил не орать сильно, чтобы у микрофона не было перегрузки от сильного звука, и не появилось шипение или приглушенность звука. А возможно в наших студиях дубляжа стояли микрофоны за 230 рублей с Алиэкспресс. Или просто наши актеры решили не напрягать свои связки. В мультсериале «Жень с Луи» в нашем дубляже было много офигенного. Но было и достаточно ошибок. Вот например в эпизоде «Как преуспеть в Вашингтоне без стараний» Луи долбился в глаза и во дворе школы видел золото. Что ты там видишь? Золото. Да. Хотя в оригинале он говорил там, что видит болото. Что ты видишь? А свамп? Правда. Переводчику вместо свамп, видимо послышалось голд, очень ведь похоже по звучанию. И он нахуй вертел ерунду. Ну а актеры дубляжа плевали на логичность и наговорили ерунду. Главное денег заплатили и все нормально. Что ты там видишь? Золото. Да. Больше ошибок в дубляже мультсериала «Жень с Луи» вы можете посмотреть в отдельном ролике, который я давно делал. Называется «Сравнение переводов мультика «Жень с Луи». Есть ссылка в описании. Мой пес умнее всей вашей семьи. Мы умнее вашей собаки. Дубляж фильма «Доспехи Бога 3» «Китайский зодиак» 2012 года украсил некоторые места фильма и улучшил их. Но были и спорные моменты. Например, в дубляже появился Ленин из Мавзолея, хотя в оригинале там за хорошие деньги Джей Си найдет что угодно. В дубляже поколоритней. За хорошие деньги Джей Си украдет даже Ленина из Мавзолея. А с лома с на монией справа, Джей Си will get you anything. Также был прикол в дубляже про то, что будешь любить свою правую руку. Я люблю тебя, Ку-Ку, люблю! Теперь будешь правую руку свою любить! Дай мне, Ку-Ку, ухайни! Ай, не готов! В фильме «Властелин колец. Возвращение короля» 2003 года в оригинале «Король мертвых» говорил «Линия была прервана» и он говорил это про королевский род. А в дубляже там это проигнорировали и говорят лишь про клинок. Клинок был сломан! Его переговали. Тот род уничтожен. Он возродился. В фильме «Мир юрского периода» 2015 года вместо «Добро пожаловать в мир юрского периода» в дубляже говорят «Добро пожаловать в наш парк». В дубляже у нас действуют принципами минетчика-снайпера. Главное – вложить точно в губы и в рот. Слова. Если движение губ и слов не совпадает в дубляже, их бьют по лицу пиписькой и забирают деньги с утюнер. Добро пожаловать в мир юрского периода. В продолжении «Мир юрского периода» 2018 года опять в дубляже запороли фразу и в оригинале там говорят «Добро пожаловать в мир юрского периода». В самом добром и последнем в фильме режиссера Джона Хьюза «Кудряшка Сью» 1991 года Кудряшка спела гимн США и в конце она сказала «Мяч в игре». Потому что гимн она слышала неоднократно, как поют «до игры в бейсбол», а после гимна там всегда говорят «плейбол», то есть «мяч в игре». А в дубляже тут запороли прикол и сказали «пока». Пока. Причем тут «пока», что за «пока»? Тем было плевать, никто не понял, так и оставили. Пока. Далее в дубляже была еще одна ошибка, когда Кудряшка говорит «Но поверь мне, наступит время, когда тебе захочется поговорить и с женщиной тоже». Конечно. Хотя в оригинале она сказала «Но поверь мне, придет день, когда тебе захочется поделиться секретами с другой женщиной». Сомневаюсь. В фильме «Прометей» 2012 года фразу «Ненастоящий мальчик» портят и говорят «Ненастоящий парень». Ты у нас ненастоящий парень. А да я забыл, ты ненастоящий мальчик. Фраза «Ненастоящий мальчик» это отсылка на Пиноккио, который мечтал стать настоящим мальчиком, а не ходячим деревяшим. И Андроид Дэвид в фильме «Прометей» также хочет стать настоящим. Ты у нас ненастоящий парень. В фильме «Кто подставил кролика Роджера» 1988 года на 1628 в оригинале говорят «Виски на камнях». По-английски это означает «Виски со льдом». Это упущено в дубляже. Виски со льдом. Со льдом, я сказал! Виски с камешками. Я имею в виду лед. Виски со льдом. Также фраза «Сукин сын» в дубляже заменна на безобидные слова. Вот зараза. А вот сукин сын. В фильме «Первому игроку приготовиться» 2018 года упоминается напиток «Теб». В России никогда «Теб» не продавался у нас официально, поэтому в дубляже у нас «Теб» заменили на «Кола». Когда мне надо выпустить пар? Пью колу. Играю в Роботрон. Я беру банку колы. Теб еще упоминался и в «Симпсонах», и во многом другом. Выбег-ка я таблетку. Табулятор. В фильме «Социальная сеть» 2010 года в дубляже у нас говорят «Добавь меня в друзья». «Добавь меня в друзья». «Мы могли бы сходить куда-нибудь». Она сказала «Добавь меня в друзья». А в оригинале там говорят «Фейсбук ми». То есть там люди уже название сайта стали использовать как глагол. «Фейсбук мифингерон». Еще в дубляже в социальной сети «Все девчонки наши», а в оригинале они говорят «У нас групппи». «Все девчонки наши». «Я групппи». «Группи» – это девочки, которые дают популярным и знаменитым. «Не хочешь перекусить?» «Я не могу». В комедии «Большой Любовский» 1998 года в дубляже «Дюди», а в оригинале он «Чувак». Точняк наш «Дюди» и в Лос-Анджелес. «Я Дюди, парни». «Вы мистер Любовский», а я «Дюди». «Можно ваше дюдячество». «Дюди» в дубляже придумали, что означает «сельский член». «Дюди» на сельском жаргоне означает «конский член». В дубляже фильма «Вам письмо» 1998 года актрису Паркер Паузи называют Паркер Роузи. «В ролях Паркер Роузи». «Мы также снимались Паркер Паузи». В мультсериале «Смертельная битва», «Защитники империи», «Внешний мир» у нас в дубляже называют «Окраиной галактики». «Послушай, я теряю всю свою силу на окраине галактики». «В дубляже фильма «Кобра» 1986 года фразу «It's breeding them» перевели как «Она беременна». На самом деле там персонаж Брайана Томпсона говорит, что гнилое общество порождает таких людей, как он. «Ваше вонючее общество не сможет избавиться от таких, как мы. Оно само нас выращивает». В экшене «Стиратели» в дубляже съели шутку. В оригинале персонаж Шварца назвал крокодила «Чемодан», а в дубляже «Ты был неправ». В первом фильме Шварца после его губернаторства, который называется «Возвращение героя» 2013 года, в дубляже в конце фильма перевели «Я закон». Хотя в оригинале персонаж Шварца говорит «Я шериф». В дубляже у нас получилась какая-то отсылка на фильм «Судья Дредд». В комедии «Крысиная бега» 2001 года на 1.10.10 персонаж Джона Ловитса говорит «Пачка» вместо «Тачка». Хотя в оригинале там был прикол в том, что он назвал эту женщину словом «Дайк» и перепутал слово «Дайк» со словом «Байк». «Дайк» на сленге означает «оскорбительное название для лесбиянки», то есть «Ковырялка». Также в «Крысиных бегах» в дубляже нам говорят «Глория вся в красном», хотя в оригинале это адвокат по имени Глория Оллред. У нее такая фамилия «Оллред», дословно «вся в красном». В дубляже вообще всем было плевать, кто это, что это, зачем это, и они даже фамилию стали переводить. Кстати, «Глорию Оллред» играла сама Глория Оллред, это известный адвокат в Америке. «Простите, я адвокат, Глория вся в красном, что ли?» «Ладно, и так сойдет». В дубляже фильма «Пила 3D» 2010 года называют фильм «Пила 7, ловушки оживают». «Пила 7, ловушки оживают». Хотя в оригинале фильм имеет подзаголовку «3D», так как снят в 3D, и тут кровь и кишки разлетаются в экран, как бы в зрителя. А в первом фильме «Пила» 2004 года в дубляже злодею называют «Конструктор», хотя в оригинале он «Джиксон», то есть «Мозаика» или «Головоломка». Газеты дали ему прозвище «Конструктор». Ужастики «Другие» 2001 года с Николь Кидман в дубляже на 3515 почти нет голосов, а в оригинале там привидения шепчут, и в этом и есть страх. Далее на 5650 в оригинале ее муж говорит «Иногда мои раны кровоточат». «Иногда мои раны кровоточат». А в дубляже, видимо, это слишком жестоко, и поэтому он говорит «У меня мало сил». Че мало сил? Она вроде и не просила ее трахнуть. «У меня мало сил». В комедии «Копы в глубоком запасе» 2010 года на 15-20 в оригинале он говорит. А в дубляже «Что думаешь, напарник? Морды об асфальт?» То есть в дубляже эти персонажи хотели покончить с собой, получается. Хотя в оригинале они убились просто по глупости из-за своей неоправданной самоуверенности и хотели прыгнуть в кусты, но попали на асфальт и сдохли. «Привет, Даглас, как супруга?» «Она умерла». «Вот умничка!» В мультике «Аладдин и король разбойников» 1996 года в дубляже «Джинн» в образе феи из Питера Пэна говорит. «Праздник!» А в оригинале он там сказал. «Колы!» «Прибавим все это». Также в нашем дубляже для кинотеатров, также в нашем дубляже есть цензура, которая губит некоторые приколы, шутки, либо специально, либо просто по невнимательности. В комедиях «Несносные боссы» персонаж Дженнифер Энистон – нимфоманка и хочет часто ебаться. И она говорит матом. Такие слова, как «выбей мой бл***кий рот», «Ты будешь трахать мой бл***кий маленький ротик». А также у второй части она предлагает насрать на нее, но это цензурит у нас в дубляже. «Я по-быстрому в туалет схожу, хорошо?» «О, ты можешь сходить на меня?» «Да, ну...» «И?» «Вообще-то я по-большому». «И?» «Ты дашь мне свой хрен, Дэйл». «Воткни его в мой пошлый ротик». Фильм Movie 43 – это полный пошлостей трэш с мировыми звездами. В дубляже его зацензурили и все ярко торчащие волосы пригладили, сделав фильм не таким мощным и бескомпромиссным по юмору, каким он является в оригинале. Такие фильмы надо смотреть только в переводе Дмитрия Гобрина Пучкова. Например, персонаж Эммы Стоун спрашивала в дубляже «Несмешное». «А ты еще любишь гладить мою спину?» Хотя в оригинале она там спрашивает. «А тебе все еще нравится пальчик в попке?» Дальше в дубляже персонаж Кирана Калкина сказал. «Я хочу быть с тобой всегда». А в дубляже там прикол. «Я хочу поставить тебе засос на влагалище». Еще в дубляже слабоватая передача шутки про члены, по которым готов ползти старик открытым ртом вперед. «Я бы облезал даже самый длинный в мире хрен, лишь бы вернуть ее». «Я бы полез на гору из ху**ов открытым ртом вперед, лишь бы вернуть ее». Также в муви 43 в оригинале там персонаж Умы Торман говорит, что Супермен обкончал ей все окно и разбил ей выстрелом спермы окно. «Крутит свой мерзкий чубчик и мастурбирует. И разбил стекло». А в дубляже говорят, он машет руками и стучит в окно. «И машет руками. Знаешь, машет так руками и стучит в мое окно. Даже стекло разбил». Ну и еще фея в дубляже просто дает, хотя в оригинале она сосет. «Я отдаюсь за золотые монеты». «И я сосу хуй за золотые монетки». В комедии «Голый пистолет 3» 1994 года в некоторых многоголосках упустили и зацензурили вопрос Фрэнка про то, что берет ли эта тетка в рот. «Эй, Рока, кто эта старая галоша? Она в голову дает? Это моя мама». «Что за старая кошелка? Она берет в рот?» «Кто эта старая развалюха? Что у нее с лицом?» «А это что за корга? На рыжие брови не повела». «Это старая вешалка. Менится, что ли, твоя?» В фильме «Золотой глаз» 1995 года, который является 17-м фильмом про Джеймса Бонда, персонаж Фанки Янсен играет русскую бандитку, и поэтому в оригинале она кричит. А у нас в дубляже цензурят, и она кричит. В дубляже «Полицейской академии 2» 1985 года нет прикола про анонизм. «Кто мне скажет, как это случилось?» «Я могу». «Они, видимо, выросли». «Если вы не перестанете заниматься анонизмом дальше, вас лепнется». В дубляже фильма «Амели» 2001 года было про бритье ног, хотя на самом деле там было про бритую пизду. «Ноги побрили?» «Простите». «Я спрашиваю, ноги побрили? Потому что клиентам ваши мохнатые ноги ни к чему». «Бритая? Я спрашиваю, бреешь ты или нет, потому что бабер сейчас не покупают». В фильме «Хеллбой» 2019 года в дубляже «Баба-Яга» пыталась вызвать дух Гитлера. «Ты пыталась вызвать дух Гитлера из Некрополя». А в оригинале она вызывала дух Сталина. «Как ты пыталась возродить дух Сталина из мертвых». В фильме «Шрек навсегда» 2010 года в дубляже вместо «Баба-Яга» говорят почему-то «Баба-Нона». «Найти охотника за головами». «Баба-Яга» «Я хочу патри-хантера». В фильме «Прометей» 2012 года фразу «Ненастоящий мальчик» в дубле… «Баба-Яга» «ЕН Wednesday» «Я не волnellю. Уважаю». «Баба-Яга» Это французский язык, французский, украинский язык, лё, лёдачёр. Одна клеина лёдачёр, швула. Манн гёгёрн, манн.